В Городской области. Там его называют хозяин леса или Авдошка. В деревнях им стращали детей, дескать, будешь себя плохо вести, придет и утащит в лес. А еще про Авдошку рассказывали сказки для взрослых. Говорили, что была когда-то женщина по имени Авдотья, которая жила со снежным человеком и родила от него ребенка. На свет появился получеловек-полузверь, в народе названный Авдошка. Легенда легендой, но суть ее полностью совпадает с сегодняшними представлениями о снежном человеке. Это нечто среднее между человеком и животным. Олег Иванов много лет собирает доказательства существования снежного человека. Иванов уверен, снежный человек не выдумка, а реальность. Сам он видел его не раз. Первый раз, когда мне было 12 лет, мы с товарищем рыбу ловили. Вот тогда мы на острове Терехуне, вот мы походили там, заблудились. И на полянке мне вот этот толик и показал, мой дружок, вот смотри, я смотрю, мы так и замерли с ним в таком состоянии. Смотрим, и они на нас стоят. Но они быстрее сразу среагировали и побежали. Тогда было два взрослых, два маленьких. Дети испугались и убежали. Олег рассказал о странной встрече матери, та объяснила, это дикий человек. Местные жители его видят часто. Он не опасен. Но вот уже сколько лет прошло, а Олег Михайлович помнит, что тогда в лесу поразило его больше всего. Это было лицо человеческое. Вот в чем интересно-то было оно. И этот нос был такой широкий, такой, ну и курносый. А у него эта шея, у него короткая, вот такая, как говорится, она вот так, переходящая, как такая массивная шея. Оно короткое. Вот. И эти волосы, вот так, как будто бы назад, вот так, это вроде бы как зачёсаны, но мне показалось так. Эта встреча не стала последней. В 15 лет Иванов снова столкнулся с лесным жителем. Мальчишки играли в футбол. Олег вдруг на секунду остановился, закричал и бросился в сторону зарослей. Мохнатое чудовище, которое за несколько секунд до этого мелькало меж ветвей, исчезло. Но на влажной почве отпечатались гигантские следы, с которых Олег Иванов сделал слепки. Они и сейчас хранятся в его домашнем архиме. Три года, вот уже как он отлитый, мы увидели след, потом залили его не гипсом, а сделали его бетоном, залили. И накрыли этим листом металлическим. После этого случая Олег Иванов решил во что бы то ни стало найти снежного человека. Он не раз отправлялся в экспедиции и по области, и за ее пределы. Побывал на Вологодчине в Коме в Эстонии. Обнаружил множество следов йети и составил карту, на которой отмечены места его обитания. Сезон поисков у Олега Михайловича начинается чаще всего весной, когда снег сойдет. Весной на влажной земле легче обнаружить следы. Часто к Иванову присоединяются российские следователи снежного человека. Перед экспедицией обычно опрашивают егерей, лесников, охотников, местных жителей. По результатам этих рассказов и составляют примерный маршрут. Олег Михайлович в таких экспедициях незаменим. Он знает каждое дерево, каждую тропинку в лесу. Редактор субтитров А.Семкин